Обсуждение предстоящего хоккейного сезона началось с новостей и планов нефтекамского Тороса. По словам генерального директора клуба, болельщиков ожидает интересная программа. Ее заблаговременно составили совместно с новым спонсором хоккейного клуба, нефтяной компанией «Башнефть». Здесь выступает, скажем так, менеджмент крупнейшей компании, в которой есть разносторонние направления. Это PR, GR, которые мы взаимодействуем. Соответственно, там высокий уровень квалифицированных специалистов, с которыми мы периодически общаемся. Это размещение рекламы, проведение PR-компаний, различные форматы общения. У них определенный опыт уже наработан по своим каналам. Они сейчас пытаются на нас эти свои программы использовать, участие работы с молодежью, с детьми. В новом сезоне претерпел изменения состав команды «Тарос». 15 хоккеистов остались с прошлого сезона. В числе новых игроков есть и хоккеисты «Батыра». Главный тренер ледяных клуб отметил, что команде еще многое предстоит пройти, прежде чем достичь успеха в чемпионате высшей хоккейной лиги. На данный момент они прошли два этапа подготовки и уже побывали на сборах в Сочи. Конечно же, руководство не могло не прокомментировать результаты предсезонных матчей. «Провоцировали сами себя. То есть в каком плане? Они могут показать, например, в товарищеском матче «Слава Тула». То есть показывать, что они могут все. В другом матче они показывают, что мы вот тут себя побережем. То есть есть и это хорошо. И как бы профессионал чем отличается? Что он должен прийти и выполнить от и до свою работу. На 100%, насколько он готов на данный момент. У нас пока как бы, то есть именно такого отношения пока нет. Потому что как бы, ну, я понимаю, насколько он тяжел. Проигрыш там в предсезонке. Вот представьте, что главному тренеру единственное время предоставляется проиграть, проэкспериментировать с составом, это игры в предсезон. То есть такого эксперимента в сезоне у него просто возможности не будет, потому что там уже другие задачи. Поэтому всегда допускают, что если команда проигрывает, из этого надо просто определенно делать выводы. То есть почему проиграл, то ли в состав молодой, то ли наигрывает, то ли еще что. Для этого предсезонка существует, чтобы все ошибки максимально извлечь и в сезоне их не допускать. По словам тренера, настроение у торосовцев оптимистичное. Болельщики возлагают огромные надежды на команду. В новом сезоне нефтекамцы вновь ждут свершений от трехкратных обладателей Кубка Братины. Торосу придется нелегко, ведь игрокам предстоит доказать, что хоккейный клуб не зря носит звание чемпиона высшей хоккейной лиги. Прошедший турнир Кубка Оряды позволил сделать выводы о соперниках на будущие матчи. К тем лидерам, которые были в прошлом году, добавится еще и Кальмитиск, добавится и Южный Урал. То есть это заметно и по селекции, то есть насколько как бы и по играм, именно то, что мы видели. Но конкуренция возрастет все равно очень сильно. Узнать подробнее о хоккейном клубе «Торос», о новом составе команды, лично поговорить с каждым игроком у болельщиков получится совсем скоро. А именно 24 августа в 7 часов вечера в Ледовом дворце, где состоится традиционная встреча ледяных глыб преданными болельщиками клуба. Анастасия Кригородова, Ренат Гемазов, информационная программа «Ежедневник».